Добрый день объект в городе Яхрома сейчас все покажем только сюда заехали еще ничего практически нет сейчас ждем машину с металлом сейчас она приедет покажу сейчас что у нас тут есть два здания два здания одна баня и основной дом наша любимая фальцевая кровля наши мастера Тульская династия монтажников Сергей Иванович приветствуем покажи нам как вы расположились то здесь нормально ни на что не жалуемся нет нет все на высшем разряде все четко очень мы стараемся бытовые условия здесь вагончик фирма кровь монтаж заботится не только о поставке работы но и о быте людей вот хорошо здесь тепло уютно ну и как всегда уют создают все сами ребята здесь все хорошо конечно с погодой сегодня был дождь сегодня был дождь сегодня был снег сегодня а завтра обещает минус 10 но будем как-то с этим работать бороться вряд ли работать придется хороший уже у нас обрешетка вся сделана отсюда не добьет камер но это мы потом еще в репортаже все светим здесь у нас пока идут подготовительные работы готовимся ребята ребята это мы готовим интегрированная залобную систему так не будем отвлекать ошибаться нам не рекомендуется придет у нас машина с металлом ее разгрузим да пойдем сейчас подготовим место вот она как раз уже и звонит встречаем машинку трудно заехать без приключений не без трудностей на добрались заехать не могли не надо так слушаю так слушаю давай на перекрест разворачивайся с вон назад ехать ты видишь в поддоне лежат вот ты вот так затронуешь что-то и все а для чего вот это вот это мне а это мне да а это мне это мое это мое вот видишь какой водила мы приготовили ты первый такой вообще в жизнь жизнь и да 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 разгружаем все это все наши дачу тебе давать да это все наши подожди вдвоем на скрытал наш любимый станочек работает отсюда мы будем катать надо будет окна вовнутрь занести пойму резенько пологий скат самое оно для фальцевой провели с дорогами здесь конечно засады машина с трудом тем более задний привод сейчас закинем а вот там вдалеке не знаю камера добивает не добивает да иваныч всю ночь дом горел ни одного пожарного экипажа не было не магни смогли добраться есть отсюда наверно не видно сейчас вот дымок идет вот сразу начинается движение мысли да если удачной дороги помашем дядю ручкой вот так работаем не щадя не себя не машины беточком . млада седан ну ладно поеду к шефу просить компенсации итак добрый день константин алексей значит ну рассказывайте что у вас тут вот сейчас покажу с фасадов фасадная часть дома покрыта мягкой плиткой ну к ты пал предположим хотя может производительный много жалуйтесь видите что мухом крыша поросла это еще пол беды большая здесь проблема есть с водостоками потому что во всех сочленениях в углах виндовых накапливается лед покажете видно да вон там еще глыба когда он срывается он уже разогнул все кронштейны на водостоках сейчас уклон нарушился поэтому водоудаление с крыши не работает во вторых крыша но судя по количеству льда на много текла пропускает летает скатывается плохое утепление сейчас посмотрим и ну вот взглядом покажите вот здесь на даркером крыше видно что там есть контрабрешетка ну да вижу продавь есть туда воздух заходит на выйти ему некуда потому что вот он никуда ведет там снаружи сверху должно быть место для выхода вентиляции нет коньковая то есть она есть чисто номинально снизу есть а теплый воздух то он уйдет там вверх конечно он идет вверх а потом а выйти не стоит видимо накапливается сырость он ведь и мохом все просто мог но это еще это недостаток мягкой плитки она теневые стороны они со временем если вы говорите дому уже лет десять до десять но он не эксплуатировал кстати вода с точкой еще не хочу сказать у вас хорошая одна из которой мы используем руки мы аквасистом руки мне плохая между прочим она дорогая но она сейчас просто разболталась и и и и стоит довести до ума так сказать что-то может придется докупить что-то это но основную часть лучше использую потому что сама по себе сейчас импорт очень подскочил циник вот такой руки покажите людям вот видите клапан да да на такой скат один аэратор на всю с крышу зазор есть да воздух заходит на никуда не выходит стена вот это вижу вот потек вот сосульки видите софита это не софиты это виниловая вагоночка такой эконом вариант сорвала вот там в углу значит явные потеки по стенам он глыба какая здоровая но это косвенная таскать причина то что дом тепляет тепло ваш вы отапливаете до котел работает шахта пар идет вот глыба прилично лежит дом не маленький вот а здесь что краски не оборвались резко работать по дому ничего понять не могу почему он такой широкий фронтонная часть а утепление маленькая вот здесь вам на балконах надо делать тоже у вас там я не уходил плитку будете да это эксплуатированную или стеклить не над видите он это будет надо гидроизоляцию вам делать на балконе и отливчик чтобы он отбрасывал водичек вот сейчас первоочередная задача кровлю почему потому что нет кровли нет отделки потом значит смотрите если у вас оратор один вижу заметил у вас маленькие вот эти треугольники до франк значит с них капает какое средство значит только одно если весны и водостоки сделать вот таким они подвешиваются да и два угла поворота туда понимаете просто не уклон задавать они ровные будут и получается доказать капают и углы 90 градусные направляют на те скаты отсюда уже туда вы поняли да не очень но да да просто изжили которые не разбирается делать сдалека красивая она вот потеки на стен мансардная текут и конец а тут как это вот протечки какие по индовой это время переделывали добивали вот эту штуку скрывали убивали здесь пробили при чистке крыши тогда пергамент пергамент и утеплитель урса да он для передоров желтые для перегородок идет вот получается вот смотрите вот пять сантиметров слой он потом сваливается вот второй вот третий в принципе утеплялась номинально но все это можно 15 сантиметров сжать таким образом значит вот тепло проникают в эти щели и шурует уже туда вот поэтому стропила сухая ну стропила понятно здесь сухая там нет посетите сюда пожалуйста так вот там наблюдаем пергамент 2 местор гидроизоляции брусок есть это мы снаружи видели там брусок принципе заложили и обрешетка и фанера значит пергамент он не работает он значит не пропускает влагу в виде пары теплый воздух все будет возвращаться вниз и продыхов на коньке нет потом пароизоляции нужно найти не так значит натягивать полностью пост снизу стропил герметизировать все стыки обязательно сопряжение и пароизоляции со стенами и так далее на мансарде будет еще теплее теплый воздух поднимается вверх да вы с отделкой поторопились и на клея не торопился было к счастью утепление мы смотрели на 150 у вас заложена доска 150 и утепление и мы решили чтобы приподнимать крышу на делать утепление 200 за счет бруска еще наращивать а это тянет за собой всего окна надо демонтировать сдергивать значит если мы крышу приподнимаем увеличиваем утепление на 5 сантиметров значит двигаются окна вместе с крыши и вас еще но окна встанет встанет выше демонтаж окон монтаж и значит надо оклады новые для окна и теплогилерационный комплект там еще идет у вас наверняка не я выбор всегда за вами для мы сделаем и мягкую плитку не вопрос скорее всего будет демонтироваться отделкой не знаю сейчас как архитектор еще скажет мне не нравится доски вагон прямо скажем временного проживания пользоваться не будем может быть как гостевые используются кто-то ненадолго приедет пожить поэтому но все равно они не вяжутся абсолютно с остальным стилем так полу итальянский стиль дома а это леса это я не скрывал еще думаю что он такой же пергамент конечно в этом даже не стоит сомневаться не знаю посмотрите как лучше снаружи делать изнутри как правильно но и правильные изнутри двух типов 10 даже 3 или 4 типов вот увидите видите это кожу я думал что на этот такой пятнами его подкрашивали просто с баллончик с баллончик и видимо царапанный видимо тут рядом окно клиент же видит или вопросы задал или сам пытался эти потеки он с баллончиком родной цвет вот а тут может был но эта краска на на солнце выгорает быстро но здесь